Представители знака зодиака Лев, Львы мои дорогие и львицы, здравствуйте! Второй прогноз – гороскоп неделя с 24 по 30 июля. Последняя неделя июля, вот так быстро летит время и уходит от нас постепенно второй месяц лета. Давайте узнаем, что нам подскажут карты и, конечно, будем реалистами, потому что любой прогноз не расскажет о личной жизни каждого из нас. Но я надеюсь, подсказки вашего шестого чувства и метафорические образы карт как раз дадут какой-то инсайт или помогут какую-то проблему, может быть, решить. Ну, что-то вы получите для себя. И первую карту мы достанем, что важно знать, может быть, то, что будет для вас наиболее активно проигрываться в течение этих семи дней. Как видят карты. Или какой будет приоритет. Итак, что важно знать. Чего не избежать или неожиданности возможное. Чему сейчас не время или что нам может помешать. А что нам будет помогать. И давайте достанем такую карту, что от меня скрыто. Имеется в виду не тайны от вас, а именно, что может ускользнуть как бы от вас, от вашего внимания. Мы можем чему-то не придать значения. Вот, давайте узнаем. Есть что-нибудь подобное или нет. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, финансы. И что в личной жизни. Что важно знать. Справедливость. Ну, это когда выпадает карта, старший аркан. В первую очередь мы должны быть честны сами с собой. Но где-то не замылить себе глаза эмоциями, как со знаком плюс, каким-то воодушевлением. Так и ненужными философскими рассуждениями, размышлениями, сомнениями. То, что может нас где-то, ну, так вот обезоружить, пошатнуть нашу веру, может быть, самого себя. Бывает иногда и такое, может быть, и не очень свойственно вам. Но, тем не менее, мы все рано или поздно сталкиваемся с какой-то преградой в нашей жизни, на нашем пути жизненном. И не сразу получаем какой-то эффект, допустим. Так ведь это не значит, что сам план не осуществим, правда? Поэтому держать в целом эмоциональный баланс. И как раз справедливость держит весы. И это имеется в виду наше душевное равновесие. Это будет важно. Ну и безусловно, закон не нарушаем. То есть, если какие-то мутные сделки или сомнительные личности по-разному бывают, оказываются в нашей жизни, то тогда мы больше на самосохранение. Все тайное станет явным. И сами планетарные события, которые и теперь, и в последующем будут на нас воздействовать, они как раз и говорят, что даже если мы надеемся на то, что, ну, вот что-то как бы получится осуществить незаметно, но если есть где-то в обход закона, то в последующем как раз эта тайна, она всплывет. И нам придется с этим как-то героически разбираться. Особенно в этот период исключить всяческую возможность риска, это будет тоже важно. С другой стороны, этот аркан может отчасти говорить о том, что мы можем оформлять бумаги, какие-то разбирательства, может быть, у кого-то буквально есть в судах, или есть какие-то, ну, может быть, разговоры, и вам придется, может быть, обращаться за помощью юриста, адвоката, когда надо просветить, как это дело, допустим, правильно решить именно по закону, или себя словно защитить со стороны закона. Ну, тут миллион, наверное, разных ситуаций, поэтому держите руку на пульсе, больше хладнокровия. Здесь не должно быть, знаете, как надежды на авось, или, ну, что-то у меня сейчас, допустим, успешный период, и в последующем как-то я там выплыву. Вот такого быть тоже не должно. Одним словом, берегите себя. Чего не избежать у кого-то поездки, не избежать у кого-то смены работы, смены планов ваших, может быть, смены должностей, каких-то перемен самих по себе. Для кого-то из вас это может быть проект сам по себе еще, ваш личный, может быть, творческий, или, может быть, это ваш бизнес. Для кого-то просто человек, который от вас готовится уехать или готовится к вам приехать. Вот, ну, есть перемещение по этой карте. И, знаете, мы все должны держать под контролем. У нас как бы сейчас действительно сильная позиция по тройке жезлов. Есть как и вдохновение, есть и желание заняться каким-то новым делом, безусловно. Но риск мы все-таки должны исключить. А кто-то из вас будет планировать, может быть, ваше ремесло, создать свой собственный бизнес. И тогда вы будете узнавать, как это правильно оформить по закону. Так тоже может быть. Чему сейчас не время? Не время ждать скорых перемен. Или какая-то ситуация словно быстро развернется, все решится где-то само собой. Или то, что вы планировали делать, тоже как будто или по части переезда, кстати, да, вы можете планировать. И у кого-то из вас может быть такое, знаете, надежда, что как-то ускорится процесс. Вот тут, наверное, об ускорении. Ведь карта как раз по скорости нам говорит. Но она в позиции, чему сейчас не время. Поэтому, может быть, нам самим где-то торопить события не имеет смысла. Так и надеяться на то, что процесс будет ускорен. Вот как будто нет. Все идет своим чередом. И по карте старшего аркана справедливость. Скорее нам какая-то не спешка помогает, когда мы что-то обустраиваем более надежно и основательно. А спешка, она порой нам мешает какие-то нюансы рассмотреть. А вот тут как раз детали какого-то дела или планируемого вами какого-то проекта. Вот именно в деталях. Это тоже будет важно. Чтобы, как вы знаете, есть такая поговорка, комар носа не подточит. Вот чтобы к любому вопросу, который касается нас или нашего в чем-то участия, вот этот самый комар носа не подточил. У нас должно быть все просчитано, выверено. Но опять же, никакого риска. Что нам помогает? Помогает какая-то победа. Помогает, видимо, наша сильная позиция. Нам уже об этом сказали. Само время, планетарные события вам сейчас как раз помогают, мои дорогие. Но сделать это нужно для себя, знаете, как-то ответственно. И подойти к тому, что, возвращаясь опять же к аркану справедливость, не должно быть диссонанса с законом буквально для кого-то из вас. Не должно быть белых пятен. И вот эту самую победу или то, к чему вы шли какое-то время, мы сохраняем как и убеждение, так и все, чего мы достигли. Карта нам о чем говорит? Это 50% чего-то достичь. А вот ты попробуй удержи. И вот именно вот этой второй половине, 50% нужно уделить внимание. Но первое, как будто, вот какой-то наш статус. Он нам уже будет помогать. Ну, сильная позиция, попробуй попросту. А что от нас скрыто? По аркану умеренности это какие-то задержки могут быть. Или будет скрыто, знаете, решая какие-то вопросы, не пытайтесь продавить своим авторитетом буквально тот или иной вопрос. Иначе вы можете где-то себе отрицательных баллов буквально заработать. Если мы где-то свою горячность или самого себя, свое собственное эго демонстрируем, выставляем на показ, оно в последующем, кто-то просто может обидеться, кто-то может разозлиться, а вам не подадут вида. И, знаете, вот таких врагов скрытых мы не плодим, это факт. Здесь больше, знаете, где-то лояльность, эмоциональный баланс, опять же возвращаясь к этому. И, ну, какая-то душевность вы ее в общении с людьми должны сохранить. Для вас будет, может быть, и сложно принять тот факт, что какое-то дело не решится быстро. Может быть, это касается отношений, может быть, вашего проекта, может быть, еще какого-то события, которое вы ожидаете, что какое-то быстрое развитие пройдет, а нам уже карта говорит, ну, нет, тут будет идти все своим чередом. И как раз вот это, что идет своим чередом, как будто Вселенная, она сама знает временные рамки, именно она ставит. Есть что-то, что не подвластно нам, и это нужно учесть. То есть, как, может быть, обстоятельства должны развиться до какой-то определенной степени, точки или отношения тоже должны пройти какие-то этапы. И тут вот сколько ты себя не тормоши или не педалируй ситуацию партнера, ну вот нет, есть определенная неспешка, вот какая-то замедленность, может быть, даже. И даже если у нас кровь в жилах закипает от слова, неспешка, нам все равно придется это учитывать. Поэтому себе навредить мы не должны. И если где-то в чем-то могут быть паузы, значит, их нужно так стоически принимать. Дела работы, бизнес. Ну, по двойке жезлов здесь может быть две работы, например, или два направления. Или какие-то две задачи, которые я не могу бросить. И одно дело, и второе дело. И мне приходится буквально заниматься какими-то разными, противоположными, может быть, как деятельностью, так и проектами. У кого-то, может быть, я с чем-то еще не определился, вполне вероятно. И вы бы хотели с чем-то определиться. Или знать что-то наверняка. А вот здесь пока на этой неделе нет. Но, тем не менее, два жезла – это, знаете, карта вашего воодушевления, вдохновения. И очень часто новых проектов, когда мы себя представляем, словно уже в новой плоскости какого-то пространства. Или когда мы получили уже заветную должность, например. Или мы осуществили наш проект. Или нам сделали предложение какое-то, и вроде как есть предпосылки. Конкретики пока нет никакой. Нам еще не за что как будто ухватиться, понимаете. Это все где-то на уровне эмоций и именно вдохновения какого-то. Но если мы говорим про конкретику, то есть конкретно как будто два направления, две работы, может быть. Или два проекта, которым я не могу бросить один и второй. А вот все то, что через воодушевление чем-то новым, вот оно еще пока не сформировалось. Поэтому это нужно как будто учитывать. Но в принципе сильная позиция. И нам помогает по шестерке жезлов, если мы говорим карта победителя. Победитель должен предусмотреть как минимум на пару шагов вперед. И он знает, что события, они всегда будут меняться. Не будет какой-то статики. Вот почему важно удерживать уже какую-то свою победу, которая была совершена. В том или ином вопросе, неважно чего это касается. И корректировать планы в зависимости от обстоятельств нам как будто придется. И вполне вероятно по двойке жезлов вот какая-то корректировка планов у вас будет на этой неделе. Финансы. А мы можем пытаться решить какую-то финансовую задачу, проблему. Ну явно есть какой-то вопрос, который через финансы и вам. Ну вот тем, что есть на данный момент, вы не очень довольны. Вы хотите каких-то изменений. И мы можем искать как раз двигаться в этом направлении. Может быть ваша одна, ну где-то как должность или работа, она вам не приносит финансового эквивалента. И вы тогда будете задумываться о том, как это увеличить. Может быть продвинуть самого себя. Может быть решить и финансовый какой-то одновременно вопрос. По этой карте мы ищем выход и мы его находим. Отчасти есть такое значение выйти из зоны комфорта. И может быть для вас, ну где-то, ну если нам, допустим, хочется решить какой-то обязательно наболевший финансовый вопрос, проблему, нам придется пройти через какой-то период ограничений. Нам по этой карте это могут говорить. И тогда это следует учитывать. Тут здесь где-то, если мы говорим финансы, явно не на широкую ногу эта неделя пройдет. Здесь больше где-то сдержанность, умеренность, она будет во всем. В том числе и финансы где-то мы не тратим. Несмотря на сильную позицию, на какую-то победу, нам ведь говорят удерживать что-то. Удерживать как и баланс, так и какую-то, может быть, адаптацию к новым условиям, к новым реалиям. Но положительный момент, что если у нас хватит пройти, словно, знаете, душевных сил через какую-то пустыню, в ней надо словно прибавить шагу, так вот мы останемся довольны. Тогда нас ожидает другое качество жизни. Но вот переложить эту ситуацию как-то на себя, ведь у каждого она какая-то своя. И тут мы просчитаться, самое главное, не должны. Где-то, знаете, свое желание решить все и сразу, или решить все и быстро, получить все, или такие, знаете, как или все, или ничего. Вот явно к этой неделе такие девизы, тезисы не подходят, понимаете, чтобы нам в чем-то не прогореть, не ошибиться. Нам ведь с этого началось, да, справедливость. Тут ты держи баланс, самое главное, как и самим собою, своими энергиями, ну, в том числе во всех сферах жизни, так и еще и с законом и с какой-то реальностью. Видимо, для вас это будет важно. Для кого-то это важно будет в отношениях. Опять же, не педалировать что-то. Тут само пространство так немножко для вас может что-то замедлить, или вернуть к прошлому, к каким-то ситуациям. И чтобы мы не проходили какой-то один и тот же кармический урок по нескольку раз, нам будет важно вот именно эту какую-то конкретную вашу ситуацию, что у вас сейчас является, мои дорогие львы и львицы, словно болевой точкой. Вот что у вас сейчас на повестке дня проигрывается наиболее активно. Вот это нужно рассмотреть. Не пускать это где-то на самотек. Карта Верховная Жрица у нас выпадает на личную жизнь. У кого-то может быть правда любовный треугольник. Или это вы как личность. Ведь Верховная Жрица – это карта тайных знаний. Есть, значит, какие-то еще с одной стороны моменты, обстоятельства, события, которые вам пока еще неизвестны. И карта говорит, вот то, что на данный момент уже есть, нужно это ведь тоже как совет. Словно айсберг нам демонстрируют верхушку айсберга. Но наша задача увидеть то, что скрыто под водой. Именно это какой-то и причиной является каких-то событий. Или это будет являться, ну, как бы продолжением наших возможностей. Или объемом наших возможностей. Ведь так ведь это тоже говорят. То есть есть какая-то реальность, а помимо реальности воспользоваться еще и собственной интуицией, чтобы какая-то картина для вас сложилась полностью. Чтобы не было вот этих белых пятен или то, что для вас непонятно. Мы можем искать какую-то конкретную информацию. И мы ее найдем. То есть если сложились обстоятельства в вашей жизни по какой-то из сфер, когда, ну, вот есть неопределенность, да, где-то двойка жезлов, то искать информацию или узнавать, может быть, как подобную проблему решил кто-то другой. Или если я пойду в одном направлении, чем это для меня закончится, да, или каковы мои перспективы, и то же самое просчитать в другом направлении, сооценить, сравнить где-то. Но, по Верховной Жрице, не торопитесь. Не торопитесь, как выносить какие-то вердикты. И будьте готовы еще все же к тому, что что-то тайное может стать явным. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львейцы, и будьте счастливы и любимы всегда.